привет мои дорогие спасибо что смотрите это видео меня зовут оксана и сегодня вы узнаете уникальнейший рецепт омолаживающие маски которые вы можете сделать в домашних условиях маска очень эффективно и очень быстро разглаживает даже самые глубокие морщины не прибегая к дорогостоящим косметологическим процедурам маска очень простая в приготовлении состоит из простых доступных ингредиентов всего лишь 3-4 компонента и ваша кожа лица будет вам очень благодарна разгладятся морщины цвет лица улучшится легкий лифтинг лица вы получите видео будет полезным информативным поэтому устраивайтесь поудобнее и всем приятного просмотра и мы начинаем для приготовления этой маски нам понадобится сода содовые маски очень популярны в домашнем уходе за кожей лица и я очень люблю делать маски состав которых ходят сода нам понадобится всего лишь одна столовая ложка соды сода очень хорошо смягчает кожу сода это лучший способ очистить даже самую нежную тонкую и сухую кожу сода не сушит кожу сода очень хорошо смягчает и убирает очень эффективно верхний ороговевший слой клеток для приготовления маски возьмем одну столовую ложку соды одну столовую ложку меда мед конечно нужно взять натуральный лучше всего взять мед который еще не успел засахариться и этот мед дает очень хороший эффект питания увлажнения и восстановления кожи мед можно взять и липовый и цветочный это не суть важно важно чтобы мед был именно вот в таком состоянии полужидком если ваш мед засахарился можно разогреть его на водяной бане и также использовать в приготовлении различных масок обязательно посмотрите порядок и правила приготовления конкретно этой маски потому что если что-то вы сделали не в той последовательности возможно маска может не получиться сейчас не перемешивая саму маску добавляю одну столовую ложку оливкового масла оливковое масло конечно должно быть первого холодного отжима масло оливковое должно быть очень хорошего качества и оливковое масло очень хорошо смягчает и увлажняет кожу это как раз то что необходимо для ухода за кожей которая уже подверглась возрастным изменениям и конечно же очень быстро теряет свою влагу к тому же в зимнее время года под воздействием парового отопления и резкого перепада температур кожа теряет очень быстро влагу и это конечно причина возникновения преждевременных морщин после добавления ложки масла нужно все очень хорошо перемешать я всегда говорю о том какие ингредиенты в маске взаимозаменяемой оливковое масло можно заменить также и подсолнечным маслом также подсолнечное масло должно быть хорошего качества лучше всего взять нерафинированное подсолнечное масло к тому же это масло в этой маске может быть заменено и косметическим миндальным маслом маслом зародышей пшеницы масло авокадо очень хорошо подходит для этой питательной и одновременно увлажняющей маски также очень хорошо подходят и маски масло виноградных косточек и только после добавления масляного состава нужно все хорошо перемешать перемешивать нужно не торопясь для того чтобы все компоненты маски вступили во взаимодействие и именно от этого зависит эффективность любой домашней процедуры ни в коем случае не торопитесь обязательно соблюдайте последовательность приготовления и эффект от маски которые я вам предлагаю на своем канале кто еще возможно впервые на мой канал попал и не знает что на моем канале огромное количество масок и видео с рецептами омолаживающих масок и различных процедур выходят каждый день с понедельника по пятницу а в воскресенье мы с вами встречаемся в прямых эфирах подводим итоги домашнего ухода строим планы на следующую неделю и конечно же делимся своими рецептами и только после того как тщательно перемешали эту маску добавляем следующий очень важный ингредиент который и будет служить именно тем фактором которые эффективно омолаживает кожу маска должна получиться вот в такой консистенции и теперь добавляю сок лимона сок лимона можно добавить как концентрированный можно добавить сок лимона покупное вот детское питание с лимонным соком с апельсиновым соком тоже подойдет можно также использовать для приготовления этой маски и свежевыжатый сок лимона добавляем одну столовую ложку сока лимона у меня концентрат одну столовую ложку и тщательно перемешиваем дополнительно к этим питательным воздействием на кожу эта маска оказывает и осветляющий освежающий эффект сейчас пошла реакция и это как раз та реакция которая нам и нужна вот для этого и необходимо соблюдать последовательность приготовления маски сода щелочь и кислоты дают вот такую реакцию это шипучка для лица я думаю что вы некоторые из вас уже кто давно со мной на канале смотрит мои рецепты и делает их уже делали вот такие шипучки это очень хорошо наполняет кожу кислородом очень хорошо освежает цвет лица кислоты очень хорошо осветляют если у вас есть легкая неровность оттенка кожи либо мелкая пигментация то после применения этой маски цвет лица выровнится поверхность кожи станет гладкой холеный лащеный многие у меня спрашивают как я добилась такого результата холености кожи гладкости и лащенности это вот с помощью вот таких масок шипучек единственный минус этой маски то что ее нельзя хранить в холодильнике и использовать нужно именно всю порцию все количество этой маски которые приготовили одноразово наносить эту маску можно и на кожу вокруг глаз наносить лучше всего после очищающих процедур после ванны и после сауны очень эффективно эта маска работает в бане когда вы после того как распарили кожу поры открытые кожа хорошо дышит и нуждается в активном пропитывании вот именно этого маска очень быстро напитает и увлажнит кожу маску наносить на очищенную кожу по кожным массажным линиям держать эту маску нужно 20 минут после истечения этого времени маску смыть сначала теплой водой затем ополоснуть кожу лица прохладной водой и нанести легкий увлажняющий или питательный крем маску эту не обязательно делать курсом достаточно всего лишь один раз в неделю в момент когда вы принимаете глубокое очищение кожи баню либо вы делаете скатку на коже лица кто еще не знает как сделать домашних условиях скатку кислотный пилинг и этот эффективный способ снятия оргаевшего слоя тоже очень популярен и кто не знает как это сделать посмотрите оставлю ссылку в первом закрепленном комментарии обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями мамами подругами для того чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложение кожи лица в домашних условиях и я надеюсь что вы как всегда с пользой и довольствием провели вместе со мной время а с вами была оксана всем всего хорошего пока пока